Беремня, тебе я родная, так маме добра пожелай. Вот с этой замечательной композицией вокально-инструментального ансамбля белорусского происхождения Сибры начинается сегодняшняя программа «Дневной разворот». Добрый день, сегодня вторник, 23 октября. Вас приветствует Анна Лапшина. И Владимир Сметанин. Всем здравствуйте. Ты как-то отрешенно сейчас смотрела. Ты не помнишь эту песню замечательную? Я не помню эту песню, потому что я ее не очень хорошо слышу в наушниках почему-то. А, может тебе звука добавить? Нет, я себя слышу хорошо, а песню не очень. А, песню не слышала, а голос нормально слышу. Хорошо, ладно, сейчас разберемся. Неспроста мы эту песню запустили в начале нашей встречи сегодняшней, встречи с нашими гостями и с вами, слушатели. Села Кировской области будут претендовать на звание самой красивой деревни России. Вот такой интересный и уникальный конкурс проходит. И мы сегодня будем говорить об этом в первом части дневного разворота. И представляем сразу наших гостей. В гостях у нас Ольга Николаевна Лушникова, автор ведущая программы «Дороги деревенские» на телеканале ТНТ «43-й регион». Добрый день. Добрый день. Леонид Трушников, ректор Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения. Леонид Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, надо сказать, что... По ходу эфира мы еще будем набирать. Мы будем набирать. Мы очень хотели, чтобы нам компанию составила руководитель ассоциации сельского аграрного туризма Кировской области Ольга Шабалина. Но сегодня она занята своей важной работой. У них, по-моему, там видеоконференция с Москвой. Вот какие-то очень важные беседы. Поэтому она будет с нами на телефонной связи. И глава уржумского сельского поселения, уржумского, соответственно, района, Любовь Плутунова, тоже мы будем набирать по телефону. В процессе программы. Да. Давайте начнем с того, какой вклад каждый из вас в этот конкурс вносит в настоящее время. Мы вот сейчас до начала программы все-таки уточнили. На нашем уровне, на уровне Кировской области, конкурс называется «Вятская провинция. Красота деревенская». А на уровне России он называется «Самая красивая деревня России». Вот победители нашего регионального конкурса, они выходят. Они будут претендовать на то, чтобы получить призовые места как раз-таки в конкурсе всероссийском. Все верно? Да. Леонид Григорьевич, вы являетесь одним из соорганизаторов, да? Так правильно? Вдохновитель. Вдохновитель, соорганизатор. Да, да. Идея принадлежит Леониду Григорьевичу. Идейный вдохновитель. Идейный вдохновитель. Да, сам это придумал, сам решил. Никто его, так сказать, не инсценировал. Он, вот, его идея. Это просто замечательно. Ольга Николаевна, понятное дело. Спасибо. Болеете душой, давайте Леонид Григорьевич будет за себя. Да, наверное, здесь немножко истории. Значит, вообще, прежде чем говорить о конкурсе на самую красивую деревню, значит, нужно понимать, что это уже как бы следствием развития сельского туризма. Сельский туризм в европейской части и в Европе начал активно развиваться послевоенные годы. Представьте себе, разбитая Европа, бедная, значит, нужно восстанавливать. И народ тоже, значит, побежал из села в города. И вот европейские страны, значит, нашли одним из способов... Побежали из села, потому что, в основном, нечего было есть. Да, 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 да. В поисках работы, в поисках пропитания. И чтобы задержать как-то население, вот как раз пришла хорошая идея развивать сельский туризм. Чтобы и была работа для селян, и чтобы это было интереснее, чтобы там молодежь оставалась. Вот так в 50-е, 60-е годы в Европе начал активно культивироваться сельский туризм. А потом, когда уже пошли реклама, пошла конкуренция и так далее, само собой, значит, вырисовался конкурс. А куда приглашать, куда заманивать туристов? И так постепенно вот сформировался в Европе этот конкурс на самую красивую деревню в Европе. И там к этому так относятся заинтересованы. Ну, говоря Европу, мы подразумеваем западную Европу. Да, западную Европу, да, это Германия, Голландия, а дальше уже пошли и Франция, и Италия и так далее. Вот этот опыт первый европейский. У нас в России сельский туризм начал уже развиваться вот последние годы, посперестроечный период. И я считаю, что он активно начал заниматься, прежде всего, конечно, в Карелии, рядом с переграничными именами, так, Калининград, а позднее Алтайский край, позднее Архангельская область, Вологодская и так далее. То есть, в общем-то, если посмотреть, уже лет примерно 10-15 в некоторых регионах сельский туризм занимается довольно активно. Я правильно понимаю, что предпосылки у нас примерно такие же, как вот в европейских странах 50-60 лет назад. То есть люди стали уезжать из деревень, и те активисты, которым не безразлична судьба села, они начали задумываться о том, каким образом все-таки сохранить вот эти деревни, сохранить людей, привлечь новых людей. Вот поэтому в 2016 году у нас на базе нашего института... В 2016, да? В 2016 году на базе нашего института была создана ассоциация сельского туризма. Которую возглавляет Ольга Николаевна. Да, Ольга Николаевна, да. Это структурное подразделение нашего института. И главная задача, конечно, это подготовка населения вот к этому движению. Это семинары, это конкурсы. Это, значит, в основном семинары проводят выездные. Это консультирование, это создание гостевых домов. А целевая аудитория тут какая? Для кого это все проводится? Ну, прежде всего, конечно, это люди, фермеры. 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 Это индивидуальные предприниматели. Значит, если смотреть в Европе, мне там приходилось бывать, там 60, примерно 5 процентов фермеров занимаются вот этим сельским туризмом. Он у них является как бы побочным занятием. То есть они засевают поля, выращивают овощи, культура разная. Пчелами занимаются, рыбоводством и так далее. И тут же параллель у них гостевые домики и вся инфраструктура для туристов. Да, да, да. Поэтому примерно у нас так же. Вот если у нас 19 гостевых домов, значит, то значительная часть из них, конечно, занимается какое-то свое дело. И в то же время они встречают, размещают гостей. Конечно, есть, которые приглашают, например, охотников за границей. Они только этим занимаются. Кировская область в этом отношении славится. Да, конечно. Например, вот если Ашет, там Светлана Шилова, значит, так, у них уже в прошлом году, значит, побывало около 5000, значит, гостей, в том числе из-за рубежа, из Европы. Но мы их знаем, в первую очередь, как сыровары. Это уже как бы повторно, все равно первично появилось это гостей. Вот поэтому я считаю, что вот наша задача, задача ассоциации сельского туризма, это вот расшевелить вот это движение, раскрутить его. И потом уже, в принципе, вот когда мы готовили Лальск, значит, для участия в сирсейском конкурсе, он, кстати, уже прошел два этапа, там население, больше тысячи человек на сборах поддержали. И тогда уже к нам стали обращаться, извините, а почему Лальск? А у нас в своей деревне еще красивее есть, а кто это решил, что это Лальск? И вот тогда уже возникла идея, действительно, нам нужно организовывать областной конкурс. Еще и на местном уровне, да? Да, на местном уровне. И вот в прошлом году, в сентябре месяца, нам удалось убедить, значит, торгово-промышленную палату, общественную палату, Совет муниципальных образований. Это все с организатора вот этого конкурса, да? Да, 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 убедить ряд министерств, министерства культуры, сейчас это министерство спорта, средства массовой информации. И, значит, так вот создали мы жюри, значит, 11 человек, ну, как у нас бывает, кто, значит, инициатива наказуема, значит, так, ну, пришлось мне вот это жюри и возглавить. Вот, и, вы знаете, началась очень такая большая черновая работа, она вроде бы невидимая, потому что надо всех оповестить, надо довести до глав районов для сельских поселений, значит, нужно поднимать заявки. И вот в течение года, значит, мы выезжали в районы, в деревни, очень... С сентября прошлого года? Да, 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 с сентября, вот практически весь год, это шел отбор деревень, которые по тем признакам подходят вот для участия в этом конкурсе. А вот можно признаки эти назвать, как-то обозначить коротко? Почему те или иные, да, населенные пункты выбирают? Почему те или иные деревни, да, подходят, а те, например, вот не подходят? Да, действительно, значит, ну, во-первых, сложился, я бы сказал, такой мировые требования, которые в мире, в Европе, мы ведь заглядываем дальше, мы мечтаем выйти победителем не только в России, но и на мировой уровень. Поэтому мы придерживаемся тех требований, которые, значит, существуют в мировой практике. Давайте перечислим, что это. Ну, это, во-первых, конечно, это максимальное сохранение самобытности деревни. Значит, это старинные здания, это музеи, это максимально, чтобы была сохранена самобытность нашего образа жизни. Чтобы как можно меньше было, вот, даже, например, если газопровод, желательно, чтобы он, значит, вот этими трубами не нарушал, не бросалось это в глаза и не меняло это вкладка. Да, конечно, это, значит, если даже мы говорим дома, учреждения, надо максимально с сохранением вот местных материалов, самобытных, значит, вот это первые условия. А рельеф, вот обязательно, чтобы и поле, и лес, и речка. Я думаю, что вот победитель вот нашего конкурса «Деревня Дворяне», я думаю, что это район, это районский район, да, вот побывайте туда. Изумительная деревня. Смотрите, вот фильм Ольги Николаевны, и вам всем захочется туда съездить. И вот сейчас наша задача, значит, вот пропагандировать, показывать эти фильмы. Вы знаете, вот когда бывали в этих деревнях, народ, как говорится, у некоторых слезы на глазах, да неужели про нас вспомнили? Мы тут живем, значит, сами организуем свой быт, свой отдых. Вот Собакины были, да, там, значит, да, Ужумский район. Праздник, встречали праздничное. Вы знаете, вот они оделись в эти национальные костюмы, они там напекли пирогов, они хлебли. Поясните, дворяне в Веранском районе там, наверное, Марии, да? Нет? Нет, всякие люди, там семь домиков. А, семь домиков. Да, да, да. Я думаю, что на это не будем обращать, но Собакина там тоже в основном. Нет, просто интересно. Да, да, да. Значит, ну, я думаю, что вот это свое движение, оно не только вдохновило людей, оно, знаете, я приведу письмо одного главы района. Давайте приведете, и мы прервемся на небольшую паузу. Приезжайте к нам. Сколько можно ждать? Мы уже косим-косим все улицы. Мы уже всех собак переловили, посадили их на цепь. Мы уже все поленицы дров с улиц убрали во дворы. Все пересчитали, уложили красиво. Все пересчитали, вы готовы, приезжайте. Вот когда читаешь такое письмо, считаешь, что мы уже почти свою задачу выполнили. Добавлю коротко. И отклик такой. Спасибо, что вы приезжали. Спасибо, что вы нас за людей считаете. Прислали из одной деревни. Вот мороз похожий. За людей нас считаете. Замечательный душевный разговор. Леонид Трушников, ректор Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения. Ольга Лушникова, автор и ведущая программы «Дороги деревенские» на канале ЦТНТ. 43-й регион. Пауза небольшая. Пауза и вернемся. Программа «Дневной разворот» продолжается. Владимир Сметанин, Анна Лапшина в студии. Наши гости. Леонид Трушников, ректор Кировского института агробизнеса и кадрового обеспечения. И Ольга Лушникова, автор и ведущая программы «Дороги деревенские» на телеканале ЦТНТ. Мы продолжаем говорить о конкурсе «Самые красивые деревни России» и «Самые красивые деревни Кировской области». Вятская провинция «Красота деревенская». Вятская провинция «Красота деревенская». Да, Владимир, спасибо. А у меня вопрос. Ольга Николаевна сказала «Семь домов». Вот к Леониду Григорьевичу. В деревне дворяне Яранского района. Да, да, да. Количество жителей является каким-то предметом обсуждения в процессе конкурса? То есть это тоже такая штука, которая учитывается? Нет, здесь не важно. То есть может быть и семь домов, и тысяча жителей. Да, да. Например, когда мы Лальска, там больше тысячи жителей. А вот, например, это же деревня Дворяне, там где-то 160, по-моему, человек. А учитывается ли их активность в подготовке к конкурсу? Конечно, конечно. Вот это одно из главных условий, чтобы это не просто кто-то из начальства решил. Вот когда мы Лальск выдвигали на Розу, там было несколько сходов. Жители заполнили более тысячи анкет, где полностью поддержали движение за участие Лальска в этом всероссийском конкурсе. Учитывается, я бы сказал, активность жителей. Там, чтобы вот в этом же возьмем... Какая активность? Что именно? Я бы сказал, ну, общественная активность. Это, значит, участие в художественной самодеятельности. Это там, значит, например, союзы или кружки молодежи, кружки женщин. Но это если есть место, где можно всем этим заниматься. Дом культуры, библиотека. Они сами собрались. Дом культуры сами строили. Он живой стоит. Да, да, да. Не то, что стоит. Там кипит. Кипит жизнь. Жизнь. Да, да, да. Они сами сделали своими силами. Там своими силами церковь строят. Памятник воинам погибшим в годы войны. А участие в ППМИ? Обязательно. Тоже, да? Это критерия. За счет этого они уже... 17 ППМИ. Да. 17? Да. Улицы заасфальтировали за счет ППМИ. Да. Там место для стирки там и так далее, и так далее. Все, да, да, да. Сейчас они в этом году ремонтируют пруд. Шикарнейший пруд. Значит, вот они... С давних времен существующие. Сами тоже в свое время пруды. Раньше они там огурцы солили. Как в Истабинске. Как в Истабинске. На горах выращивали и сбрасывали в этот пруд. И они там хранились, потом они доставали. Как же их вылавливали оттуда. Почему-то истабинские огурцы известны, а не советские. Поэтому ни одна деревня, значит, она не может быть в этих, если там будет инертное население. Только за счет этого. Только за счет этого. А наличие молодежи? Ну, конечно, возрастной состав. Нет, конечно, возрастной состав. Я посмотрю. Если вот эти все наши деревни посмотреть, то там, конечно, наверное, я бы не сказал, что очень большой процент молодежи. Ну, как везде, наверное. Да, как и везде. Это проблема, тенденция такая общая, когда население стареет. Посмотрите, это же деревня Дворяне. Там музей женщины, собственно. Она... Щеглова, урожденная дворянка. Дворянка. Я говорю, вы дворянка? Да, я Колчина Щеглова. Я дворянка. Помещица, наверное, были. Предки были помещики. Да, да. Она занимается изготовлением игрушек, с которыми участвовала Виталия. Тальей, значит, типа нашей дымки, но другого, типа в ней бело-голубого цвета. Да, такая красивая. Красивейшие игрушки. Она имеет дипломы на... В мировом уровне. В мировом уровне. Сколько лет ей? И живет в деревне Ирландского района. Говорят про женщины и говорят, но... Ну, в годах, да, уже в таких солидных? Почтенный возраст. Но она отморозила ноги во время раскулачивания, потому что все, забрали, родителей забрали, дедов, бабушек забрали, кто-то вернулся, а в основном никто не вернулся. И она босиком по снегу ходила в соседнее село, чтобы учиться. Баленки были дырявые, они разрушались. И вот она ходила, и это не забыла. Сейчас она считает... Главное, но ее энергии, энтузиазма, это, дай бог, на всех нас, наверное, хватит. Там она заряд. В общем, на таких людях, я так понимаю, держится. И вот она держит эту деревню, Аня, держит она эту деревню. Гвозди бы делать из этих людей, да? Да, действительно. Веселая, энергичная, поет изумительно совершенно. Мы вот нашим слушателям не сказали, да, все-таки, что вот наш местный конкурс, Вятская провинция, красота деревенская, победители его определены. Вот давайте проговорим, да. Почему мы сейчас говорим, да, про деревню дворяне, про собаки. Да, вот заявок было много, но вот исходя вот из этих требований, которые сложились... Сколько примерно было заявок? Десятки, сотни? Нет, ну сотни я бы не сказал, конечно. Несколько десятков? Да, 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 потому что там, видите, Ольга Николаевна, значит, там, когда она принимала, она сразу видела, что вот эти подходят, эти не подходят, в принципе, пока... Ольга Шабалевна, мы веду руководителя Ассоциации сельского гражданного туризма, мы просто не можем дозвониться, там, видимо, конференция продолжается. Значит, в финал вышли девять деревень, значит, и три малых города, значит, отдельный конкурс. Было две номинации, по малым городам и по деревням. Да, да, в малых городах это, значит, Слободской, Налинск и Яранск, значит, победителем. Неудивительно для меня, например, да. Ну, каждый город со своей историей очень богатый. Со своей историей и со своим лицом, я бы сказал. Самый красивый малый город признан Слободской, это глава города Живлакова Ирина Викторовна. А Налинск, это очень... Ну, давайте поздравим Слободской наших соседей, да. Поздравляем сердечно, да. Значит, вот что касается Налинска, значит, это самый активный город. Там замечательные активисты, они выиграли несколько конкурсов. Там же жизнь кипит и шар голубой. Несколько грантов выиграли, в том числе там по реставрации и так далее. Да, 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 да. Фонд «Активное поколение» активно очень в Налинске, да, поработает. Вот поэтому им, значит, был признан номинацией «Самый активный и малый город 20-го края». Поздравляем. Дословно тоже поздравляем. А Иранску что досталось? А Иранск, конечно, всех, конечно, впечатляют храмы. Храмы. Я думаю, что, когда мы говорим про Иранск, у всех перед глазами эти замечательные храмы, которые стоят в центре города, поэтому... Там достаточно проехаться, конечно, по Иранску, и все станет понятно. И вот, значит, номинация «Самые впечатляющие храмы Вятского края». Тоже поздравляем, безусловно, да. Ну и, конечно, очень непростой вопрос было по деревням. Потому что каждая деревня – это самобытная, своеобразная, свой мир. И, конечно, когда жюри, долго мы тут заседали, и так, и так. Но, в принципе, все равно победитель должен быть один. Поэтому победителем признана самая красивая деревня Вятского края 2018. Обращаю внимание. То есть это не навечно. Значит, так, 2018 – это деревня Дворяне Иранского района, глава сельского поселения Зверев Николай Павлович. Мужчина во главе поселения. Да, очень интересный человек, держит свое подворье, очень активный, влияет на жизнь Иранского района, в том числе и на жизнь деревни. Все это ему дорого. Это вот не так часто все-таки. А вот самая гостеприимная деревня, самая гостеприимная деревня, признана деревня Собакина, Уржумского района. Действительно. Значит, сколько раз там были и телевидение отдельное, и жюри были. Они каждый раз там напекут пирогов. Они там, значит, поют, там пляшут. Они там коровай. Значит, они даже там, у них есть свое, так сказать, и свой, так сказать, коньячок. Коньячок? Да, сами они ставят. Ань, представляешь, где деревня Собакина в Уржумском районе находится? Я не представляю, я хотела спросить наших гостеприим. Вот смотри, едешь из Кирова в Уржум, по Казанскому тракту, проезжаешь Уржум, едешь дальше, и вот через 15 километров примерно поворот направо, это деревня Собакина. Да, совершенно верно. Вы же из тех мест. Я же из Уржумского района родом. Там Плутунова, Любовь Анатольевна. Мы ее тоже будем набирать, пытаться сегодня. Ну, глава Уржумского сельского поселения. Вот самая живописная деревня, самая живописная деревня, признана селом деревня Каринка, Кирово-Чепецкое районо. Лыскова Екатерина Александровна. Значит, действительно, вы бы видели, люди влюблены в свою Каринку. Значит, чувствуется, они так бережно относятся к ней. Имя-то такое у нее, как девчонка. Каринка. Каринка, да, да, да. А вот самая инициативная деревня, деревня Пиксур, Даровской район. Тоже глава сельского поселения Корюгин Александр Иванович. Он побывал во многих краях, да, это молодой человек, ему, наверное... Учился в Москве. Учился в Москве. Вернулся на родину. Ему лет 30, наверное. Да, не больше, молодой. Семья есть, дети. Да, да. И мама у него, директор Дома культуры, и там самодеятельность. В общем, потянуло парня обратно на родину. В общем, у них семейная такая, получается, такая семейная история, да? По развитию культурного потенциала деревни родной. Ну, нет ни школы, ни детского сада, только ФАП. Ну, детей нет, вообще нет детей. Вообще нет. Он только что начал работать, и первое его начинание – это проложил водопровод. С помощью этой инициативы известной. ФАП-Мэй, да? По ФАП-Мэй. По ФАП-Мэй, да. А так колодезная вода, да, была? Да, колодезная была вода, но там храмов столько. Там такая красота. Вот сверху мы снимали. Это вообще чудо вот такая. Старинная Русь встаёт, сбережённая. Правда, всех священников расстреляли в своё время. Ну, увы. Ну, школа рядом, там, значит, в соседней деревне, там 16. Да, да, ну, дорога очень плохая. Так, уже, получается, четыре деревни называли, да? Из девяти. А вот самая благоустроенная деревня, признали, деревня село Мокино Советского района. Так, ну-ка, расскажите, что благоустроенная деревня. Там уникальные руководители хозяйства. Ведерников. Ведерников Валерий. Ну, это известный в области молочный производитель. Да, да. В деревне все ведерники. Все ведерниковы. Да. Александр Ведерников, великий певец России. Да, конечно, конечно. Родина, дом его там. Там храм, где его крестили, откуда они бежали во время раскулачивания. Знаешь, они как доехать домой? Я даже туда боюсь появиться, потому что они считали, что ну как. Ну, конечно, мы будем победители. Едешь на Советскую, например, в Советский поворачиваешь на Лебежье. И вот примерно посередине между Советским и Лебежьем находится это Мокино. Не посередине, конечно, но да. На взгоре. Ну, придется, наверное, объяснять всем ребятам, что давайте так, ну не все потеряно. Вы можете участвовать и дальше. Слушайте, мне кажется, вот на трассах на всех надо указатели. Возле указателя на деревню обязательно ставить какой-то плакат. Что самая гостеприимная деревня Кировской области, самая благоустроенная деревня. Мне кажется, это ведь тоже такой способ привлечения туристов, потому что едут ведь транзитом через Кировскую область. Да это не мая. Но если вы знаете, что в области есть самая цветущая деревня. Самая цветущая. Это село Кобра, Даровского района. Это вы, наверное, туда в мае приезжали или в июне, когда все там просто расцвело. Это действительно, это все цветет, благоухает, это значит там все в всех полисадниках. Это надо видеть, это надо видеть, Ольга Николаевна. Да, я видела, подделки делают один там механизатор бывший, но уже не может работать. Вот я, говорит, раньше работала, а теперь у меня другая работа, украшать деревню. Там всякие фигурки делает. Из дерева выпиливает что-то? Из дерева, и потом из разных материалов, там коряги, не коряги. Ну, в общем, что-то в лесу собирает. И у каждого дома старается поставить. Я говорю, вам это нравится. В городе называется малая архитектурная форма. Да, 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 это душа моя. Ольга Николаевна, успокойтесь, потому что в области еще есть самая креативная деревня. Это деревня Стрельская, Апаринского района. Так, и что они придумали? Там такого, что удивили еще не. У меня же народом из Апаринского района, где это такая деревня находится? В деревне Стрельская, значит, Зайцева Светлана Петровна. Это примерно в 40 километрах от Апарина. От Апарина, ой, далековато. Значит, да, ну там действительно свой мирок. Там своя, значит, маленькая школа. Там все это есть. Но там действительно они сами себе предоставили. Они там свой мир, своя жизнь. Там можно только позавидовать, потому что они знают, что там никто больше к ним не приедет. Дороги нет. Дороги нет. Ну, дорога есть, но потом уже три дня отходить от этой дороги. Тяжело, да. Тяжело. Я думаю, что им надо не только всем жителям этого села давать грамоту за то, что они вот, знаете, вот они самоорганизуются. И оптимизм у них, как говорится, можно только позавидовать. Всех перечислили? Они нет еще остались. А вот еще и самая хозяйственная деревня, это Суна Зуевского района. Там, конечно, руководитель Кутергина Елена Геннадьевна, но там, конечно, тоже так же, как и в Советске, все держится на руководителе этого хозяйства. Сергей Лобанов. Это хозяйство Новый Зуевского района, уникальный руководитель, который вкладывает много средств и сил, значит, поддержание этого села. А это село далеко от Зуевки, от Соколовки? Село Суна. Далеко. Далеко, да? Да, да, да. И, наконец, Бобино, это самая добропамятная деревня. Три памятника. Четыре. Четыре. Да, памятник Бобке, собаке, которая спасла лесничего. Сама погибла. Дальше давайте сами угадаем, памятник Бобу, как культуре. Нет? Нет? Нет. Бобина, Бобка, Боб. Репрессированный памятник. Репрессированный. Единственный памятник в селе репрессированным. Сто человек было в один день раскулачено, всех их увезли, они дети, жены. Но я так понимаю, что эта речь идет не только о Бобине, это вот был такой Бобинский сельсовет, я насколько понимаю. Да, и вот там Бобинские ворота есть, так называемые. Вообще хранят прошлое уникально. И вот памятник репрессированным. Сами на свои народные средства они поставили его, и там все фамилии перечислены. Я была на митинге, когда они его открывали. Ну, конечно, там было очень много слез, тяжелых воспоминаний. Всех сто человек увезли, никогда они больше не появлялись в этом селе. И вот люди сами решили, представляете, сами в наше время, значит, решили поставить этот памятник. Ну, это очень здорово. Нам пора рекламную паузу сейчас все-таки сделать. Положено нам прерваться. Давайте минутку продолжим. Ольга Николаевна, да. Много репрессированных, очень много раскулаченных. Как говорил Солженицын, крестьяне больше всего пострадали в годы репрессий. Так, мы дозвонились, мне кажется, да. Любовь Платунова, глава Уржомского сельского поселения, с нами на связи. Любовь Анатольевна, добрый день. Добрый день, хорошие люди. Да, здрасте. Мы действительно стараемся быть очень хорошими людьми. Да, мы тут такой компанией собрались и подводим итоги конкурса. Вятская провинция, красота деревенская. И вот упомянули в числе прочих победителей деревню Собакина в Уржомском районе. Скажите, пожалуйста, как эта победа была воспринята и вами, и вашими коллегами, непосредственно, жителями этого населенного пункта? Одним словом не скажешь. Это событие для деревни, которое в этом году отмечает свой 555-летний юбилей. Конечно, событие значимое для каждого жителя. Когда узнали на хорошую вещь, которую мы шли действительно, вот, при этом уже совместной работе в сельском поселении уже шестой год, вы знаете, это было такое, в общем, событие, что деревня собралась в одном месте, там у них есть хорошее место, и когда они встречаются, встречаются, это сегодня магазин, где могут приобретение все продукты для своего изгода. И тогда была, знаете, такая оценка была, что спасибо людям, что нас кто-то поверил, нас увидел, и заметил, что мы живем как-то по-особому, но правильно. И когда выбирали, более скажу, выбирали, когда мы эту самую деревню, чтобы участвовать в этом проекте, вы знаете, они заслуживают действительно. И проект этот очень хороший, потому что это не только производство, когда мы говорим, что там действительно территория развиваться, когда есть люди, которые заняты и работают. Это и жизнь, каждодневная жизнь каждого жителя, со своими интересами, со своим желанием создать благополучие и жить в своей обычной деревне, с деревенской жизнью. Скажите еще, пожалуйста, Любовь Анатольевна, Леонид Григорьевич Трушников тут очень много рассказал, хвалил, Собакина, столько много всего сделано в плане благоустройства, в том числе, какие еще планы у жителей, куда еще развиваться они хотят? И вы вместе с ними. Сегодняшняя встреча, она, конечно, была действительно очень полезной, потому что сегодня есть проекты, которые нам предложили по развитию туризма на нашей территории. Сегодня вот мы буквально где-то в октябре, где-то месяце, мы с этой деревней встречаемся, да, точнее, определенно, и будем рассматривать на гостевые домики, вот которые нам предложены, допустим, есть уже люди, которые будут у нас этим делом заниматься, есть определенная программа действий нашей совместной, и следующий год не будет для нас, как бы, может быть, исключением, что мы будем снова участвовать уже, но уже в реализации определенных проектов. Сготовая уже история. Вот смотри, вот уже простроенный план. Спасибо большое, что вышли с нами на связи, к сожалению, нас время очень поджимает, мы обязательно еще пообщаемся, да, Любовь Платунова, глава Уржомского сельского поселения, пару минут, буквально три минуты остается, давайте продолжим. Давайте о конкурсе самое красивое, когда мы... Общероссийском, на общероссийском уровне, вот. Когда мы там пойдем, когда мы будем там участвовать? В принципе, сейчас уже у нас есть полное основание деревни Дворяне, Иранского района, значит, в соответствии с теми требованиями, которые существуют во всероссийском конкурсе, будем их готовить и подавать на конкурс. Там по срокам, когда принимаются заявки, когда будут итоги подводиться? Здесь, в принципе, какие-то строки жесткие нет. Это в следующем году уже будет, да? Да, да, да. В следующем? Да, ну, по крайней мере, вот в Лальску уже два раза приезжали комиссия из Москвы, два тура прошли. Значит, естественно, эта комиссия не только к нам, она едет и в Архангельске, Володу, там у них целый... Вкус, они объезжают прямо, да, вот так. Северо-западный, да. Поэтому, ну, надо что сказать. Конечно, вот это не только дело одной деревни. Я думаю, что нам нужно брендировать территорию. Вот в качестве примера я приведу Вологодскую область. Там на сегодня уже запатентовано 43 бренда. Это и Вологодский лен, и Вологодское масло, и Вологодское кружево. Это и Родина Деда Мороза, и так далее, и так далее. А мы тут со своей дымкой все время, да? Да, 43 бренда запатентовано Вологодской области. Поэтому почему начали с Лальска? Потому что сейчас там формируется очень большое своеобразное северное золотое кольцо. Лальск ведь это бывшая Архангельская область тоже, да? Да, когда-то она входила, да. То есть формируется северное золотое кольцо, называется Серебряное жерелье. И мы бы очень хотели, чтобы Лальск включили вот в это золотое серебряное кольцо. А я правильно понимаю, что и Великий Устюг туда же будет входить, да? Естественно, да, это в центре, главным центром вот этого серебряного жерелья является Устюг. Тут рядом. Ну и, конечно, я думаю, что нам нужно больше использовать наш вятский бренд. Это Великорецкий крестный ход. Нам приезжают сейчас уже тысячи людей со всей страны. 70-80 тысяч, конечно. Из-за границы приезжают, в том числе и из США. Нам нужно так обыграть вот этот момент, чтобы знали нашу вятку во всем мире. Вот, собственно говоря, вчера был текст на Медузе, по-моему, да? 100 фактов о христианстве, которые вы не знали. И там Великорецкий крестный ход один из фактов вот этих 100 упомянностей. Да, да, да. Через Бобина идет. Да, через Бобина идет. Я думаю, что заканчивая сегодня, мне бы хотелось сказать, что да, я хотелось еще поблагодарить победителей. Это, я считаю, что, может быть, не все до конца осознают. Это начало большого движения. Мы открываем реестр победителей «Самая красивая деревня в России». Я думаю, что пройдут годы, пройдут десятилетия, значит, так, и уже, может быть, со временем победителям будут вручать там ключи от машин этим победителям сельских поселений. Может быть, там будут вручать, значит, там миллиончиков на 50, на 70. Да больше уж. Да, для, значит, благоустройства сельских населенных пунктов. Поэтому мы здесь тоже, эхо Москвы, с вами участвуем в таком хорошем начале большого движения за благоустройство нашего Вятского села. Леонид Григорьевич, очень важный вопрос. Буквально 20 секунд прошу вас уложиться в это время. Вы сказали в перерыве, что будете связываться плотнее с правительством Кировской области, с ЗАГС-собранием. Да, мы сейчас готовим большую справку, информацию на правительство Кировской области, на ЗАГС-собрание с подробными итогами работы конкурса за этот год и с предложением о том, чтобы этот конкурс уже выводить на более высокий уровень. То есть поддержка, чтобы была. Спасибо.